Здравствуйте! Мы на канале Умноход. Меня зовут Ирина Витальевна Степановская. И мы продолжаем собирать ваши вопросики и на них отвечать. Вот накопились такие вопросы в ваших комментариях. Мы тоже за вами следим. Если уж так разбираться, отслеживаем, что же вас волнует, что вас интересует. И набрались такие вот вопросы по аппетиту. Бывает, что у человека повышен аппетит, бывает у человека пониженный аппетит. И вот спрашивают, а как вот от этого избавиться? Я так понимаю, а как избавиться от повышенного аппетита? И мы иногда даже во многих передачах каких-то популярных слышим, что там многие даже женщины говорят, ой, а мне ночью надо обязательно встать и подойти к холодильнику. Вешаете вы там, мне нельзя таблички есть ночью, не вешаете. Все равно вы открываете и едите на ночь. Так вот было замечено, что именно при заражении определенными видами паразитов вот это вот и бывает. Вот такие паразиты вызывают больше всего аппетит. И, кстати, это очень заметно на детях. Вот полненькие дети, девочки, мальчики, в основном мальчики почему-то, которые у меня были. У них у всех, даже при лабораторных исследованиях, находились паразиты под названием аскорида и астрицы. И вы знаете, это все очень легко действительно восстанавливается, если вы, допустим, посмотрите наши предыдущие передачи, где мы писали аскоридоз и энтеробиоз для детей. Вот реально то, что я вам даю, все это работает. Первое, что нужно делать, если повышен аппетит, ребенок полнеет, полнеет. Особенно мальчики, они начинают зацикливаться, их начинают обзывать, жирные, нежирные, там родители переживают. Поэтому я всем советую, насушите черные сухари с солью и чесноком. Они должны быть у вас на столе всегда, не игнорируйте это. И я это буду повторять все время. Это одно из желчегонных средств, которое помогает снизить аппетит. Раз, улучшить работу желчного пузыря, улучшить работу поджелудочной железы. Не бойтесь, что, вот многие говорят, соль надо исключить. В данном случае здесь соль никакую исключать нельзя. Потому что я знаю много примеров, когда врачи сажали детей на гормоны, говорили, все это пожизненно, ничего подобного, все лечится и жир этот уходит, если мы вовремя начинаем заниматься этим. Значит, первое, что подходит для людей полненьких, пастозных, как это называется, то есть когда уже руки висят, много жира, в первую очередь это идет у нас овес. Овес. Обычный овес. Для детей берется в чистом виде. Овес в шелухе. Я еще раз повторяю, что мы будем неоднократно повторять, потому что это проблема, ну, которая реально назрела, и о ней надо говорить. Вот. Берем 3 столовые ложки овса в шелухе, замачиваем на ночь в литре воды. Утром мы варим вот этот, делаем отвар и даем ребенку пить, не процеживая его, то есть пусть зернышки там и остаются, по полстакана можно два раза в день, утром и вечером. Вы знаете, вот опять-таки, один из последних случаев хочу рассказать, именно по детям, по аппетиту, обратилась женщина с ребенком, ребенку 3 года. Ходили к врачу, все время насморк, все время болеет, все время аппетит плохой, ничего не ест. Говорит, ест только одну картошку. Ну, вот бывает, дети едят или одни макароны, или картошку. Я слышу от родителей, ой, нет, он никогда не будет у меня ни тушеную свелку, ничего есть. Я говорю, правильно, он не будет, пока вы не избавитесь от того, что не любят, допустим, остриться. Вот, ребенку ставили тромбоцитопению, то есть проблемы с тромбоцитами уже. Это ребеночку 3 года. Вот, лечились 2 месяца, как мне сказали, ничего не помогло. Мамочка принесла мне бумажку, я думаю, что у нас потом будет возможность, и мы даже пригласим маму, чтобы она сама своими словами рассказала, как помогла наша даже программа, потому что я все время ей говорила, ты слушай, смотри, что если вдруг ты что-то не запомнила, у нас всегда есть, что можно пересмотреть. Так вот, я ей тогда прописала овес, 3, вот как я вам сейчас рассказываю, так я ей говорю, 3 столовые ложки замочить на ночь, и утром давать такой киселек пить. Вот, мы овес все время оставляем, вода там заканчивается, мы опять ее добавляем и варим, и так в течение 3-5 дней. И вы знаете, она недавно мне позвонила, поздравила с Новым годом, со всеми праздниками. Я говорю, а как ребенок-то, как вот, малыш-то делали что-нибудь? Она говорит, конечно, делали. И вы знаете, и удивились, что все пришло, показатели крови пришли в норму. Ребенок стал есть не только картошку или макароны. Мама стала давать ему даже эти овощи тушеные, когда он в жизни не ел, плевался. Вот, поэтому имейте это в виду. Это не только к детям относится, это относится и к взрослым людям. Если у вас повышен аппетит, значит, кто-то хочет еще есть, кроме вас. На это нужно обратить внимание, сделать диагностику, провести вот именно не обычную, как говорят, раньше сдавали, а именно нужно биорезонанс. Сейчас везде, в поликлиниках, даже у обычных людей эти диагностики есть. И если у вас на руках будет подтверждение, что реально яйца аскориды или личинки, или сама аскорида есть, мы это можем рассматривать. Опять-таки, вы можете присылать свои вот эти анализы к нам на канал в распечатанном виде. И рассмотрев их, мы можем вам давать также советы на самом деле, что нужно включать в питание, чтобы не заражаться этими паразитами. Вот и все. Здесь самое главное, это информация, которой у нас, к сожалению, сейчас очень мало. Это первый вариант. Второй вариант, кто хочет, конечно, к нам приехать, ко мне лично, это опять-таки все идет через канал. Вы связываетесь с каналом, даете свою заявку, все это рассматривается, и все будем решать. А как, если кому-то нужно очень срочно встретиться, ну, возможно, и такие варианты. Вот. Дальше были вопросы, вот понижен аппетит. Почему понижен аппетит? Ну, об этом я уже тоже не раз говорила, еще раз повторю, потому что вопросы такие и есть. Пониженный аппетит может быть связан с пониженной кислотностью, опять-таки, если есть заражение аскоридой. Как правило, и это описано, это не я придумала, эти факты все были описаны, еще в советской литературе. Вот. И поэтому здесь всегда нужно в первую очередь обследоваться, и потом корректировать питание. В питание обязательно должны входить овощи тушеные, обязательно, морковь, свекла, сельдерей, вот все, что не нужно только в сыром виде, потому что, если человек не хочет есть, у него уже внутри сидят какие-то даже в голове проблемы, ага, я вот это съем, у меня потом или понос, или у меня там запор будет, поэтому овощи лучше все-таки тушить. в сыром виде не рекомендую вот на сегодняшний день, а вы уж там сами как бы хотите. Особенно это касается вегетарианцев, которые любят много овощей, много зелени, и от этого тоже бывают люди очень худые, такие ко мне приходили, совсем худые. Я говорю, вегетарианец, да. Вот, значит, если вы любите много зелени, много овощей, фруктов, надо их как-то обрабатывать, защищать себя. Вы белок не едите, поэтому животный белок, да, а этого белка надо много съесть, поэтому из белка, которого много, это где? Это опять-таки авиус, это самое высокое содержание белка, это авиус. Вот попробуйте вот такую схему, и тогда налаживается и аппетит, у кого его нет, он восстанавливается, у кого он повышен, он приходит в норму. Вот такие простые мои рассуждения, если что-то я, может быть, не донесла до вас, еще раз можете спросить, мы еще раз вам ответим. Вот, а на сегодня это все, мы на канале Умноохот, меня зовут Ирина Витальевна Степановская, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok